Откуда такие суммы? В Петропавловске потребители шокированы счетами, которые им пришли за отопление. В квитанции появился отдельный пункт – теплопотери, платить за который приходится практически столько же, сколько и за само тепло. Нургуль Ахметова выслушала жалобы горожан. Александра Перепелкина живет в частном доме. Получив октябрьский счет за отопление, она была неприятно удивлена. В 12 лет мы пользуемся отоплением, электричеством. И никогда за это время нам не приходили потери. У нас никогда не было теплопотерь. В этом месяце у нас пришел счет на 17 600 тенге. Такого у нас никогда не было, потому что у нас максимум зимой мы платили 10 вместе с электричеством. Раскошелиться за тепло в этом месяце придется и Нелле Белобровой. Женщина недоумевает, откуда берутся такие суммы за теплопотери, если трасса на их участке утеплена. 23 тысячи – это реально, что мы такие суммы никогда не платили за тепло и за свет. 12 мы платили, 5 детей. Поэтому семья большая. И просто будем разбираться, что за потери. В этом доме 5 квартир. К отоплению двухэтажку подключили год назад. Жители показывают квитанции. В одной строке сумма за само тепло, в другой – за потери. Разница между ними небольшая. За топление приходит 8 тысяч, а за потери приходит 6500. Что такое потери? Они сказали, что по трубе идет вам горячая вода, поэтому вас берут за потери. И круглый год, и летом, и зимой у нас за потери берут. С счетами за теплопотери возмущены десятки гаражан. У некоторых суммы достигают 20 тысяч. Как их рассчитывают, жители не поймут. В теплоснабжающей компании на этот вопрос не ответили, а в антимонопольном ведомстве лишь пояснили, что потери бывают нормативно-технические, которые идут по сетям, находящимся на балансе коммунальщиков. И эти затраты уже включены в тариф за тепло. Помимо этого, часть потребителя еще возмещает расходы за потери на своем участке. Расчет производится субъектом. Расчет именно по трассе потребителя мы не регулируем. Мы, как государственный орган, в этом некомпетентны. Во-вторых, у нас нет специального образования, специальных полномочий, чтобы данный расчет нашим государственным органам можно было проверить. По словам антимонополистов, если потребители не согласны с суммами, которые им начисляют за теплопотери, то они могут обратиться к экспертным организациям и с их помощью уже доказывать, что счета завышены.